Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Так как на прошлой неделе у меня очень долго не было интернета, и я немножко там пропустила, я сейчас вот в этот понедельник хочу выложить сразу записать два выпуска, потому что время идет, хочется рассказать о многом. И вот в прошлый понедельник я, рассказывая вот про этот журнал, я назвала вам 6 пунктов, чего не любят помидоры. Вот так я прошлась быстро, но потом, когда я поехала на почту, я так в автобусе ехала и думала, я решила, что вот эту тему нам нужно развернуть и поговорить о ней намного подробнее, потому что это очень важно. Те, кто начинающие, те, кто новички, они, некоторые не знают этого и делают все наоборот. Вот я сейчас буду говорить, что нельзя их поливать сильно, а некоторые стараются полить, чтобы постоянно было влажно у них, приравнивают их к огурцам, что огурцы поливают обильно и томаты. Но это совсем не друзья, они разные у них условия выращивания. И сейчас я все вот по одному пункту прочитаю, чего не любят помидоры, а объяснять буду, почему это так происходит. Вот, например, первый пункт. Помидоры не любят дождевания и полив по листу. У томатов пыльца становится стерильной и плоды не завязываются. Вот про этот полив есть такое правило, да, что огурцы нужно поливать именно по листьям. Они любят опрыскивание, они любят вот эту повышенную влажность. А томаты наоборот, они не любят, чтобы мы вообще не только цветы смачивали, чтобы не смачивали их листья. И лучше всего, конечно, поливать в лунки. Сейчас уже придумали капельные поливы. У кого мало, например, всего 100 или 200 кустов, можно, конечно, провести капельный полив. Можно также поливать в луночку. Но почему именно вот здесь написано про пыльцу? Почему нельзя поливать во время цветения, смачивать? Я уже летом рассказывала на эту тему, что пыльца у томата, он же самый опыляющийся, его с цветка на цветок никто не опыляет. И редко, когда вообще пчелы садятся на цветы томатов, они их не привлекают. Они, вероятно, может быть, не запашистые, не вкусные, но им этого не надо. У него цветок вот так вот расположен, и вот пыльца, она сухая, падает, и нарыться пыльненько, ну, там как-то, не знаю, как-то там происходит, но он сам себя опыляет, все. Но для того, чтобы она вот так вот упала, рассыпалась, она должна быть сыпучая. Ну, представьте, если мы польем его сверху, если еще, например, стоит погода такая, ну, неясная, не жаркая, а на это мокрая пыльца она будет день, два, три на этом, ну, на пыльниках лежать. И все, цветочек отсветет, он опадет. Потом люди жалуются, чем подкормить? У меня опадают цветки томатов. Но они не всегда опадают, потому что им не хватает чего-то. Может быть, здоровое такое растение, хорошее, но просто из-за того, что влажная пыльца не опыляется, они отсвели, засохли, упали, отсвели, засохли, упали. Поэтому лучше не поливать. Я сразу скажу, что я иногда это правило нарушаю, потому что мне в лунку палить нереально, их очень много. И я ставлю вот эту брызгалку, но я делаю это только в том случае, если температура воздуха высокая, если погода не дождливая, если тепло. Я с утра их поливаю, вода тут же вся быстро высыхает, вот нынче была жаркая погода, все оно просыхает, и это не приносит вреда томатам. Просто нужно всегда задумываться, а если, например, у вас прохладненько, или, например, так как-то даже может быть такая погода, что не высохнет. Но если вы, короче, не умеете, не знаете, как подобрать вот этот режим полива, лучше всего поливать в лунку или поливать через капельный полив. Это очень важно, потому что мы теряем вот при таком присмачивании пыльцы, принудительном, мы теряем много, вот большое количество цветов. Это все будущая зависть, это все будущий урожай. Потом, чего не любят томаты? Слишком жирная, удобренная почва, большая вероятность жирования растений в ущерб плодоношению. Эта тема очень стара, я сама несколько лет, три года подряд, по-моему, каждую весну снимаю видео на эту тему. Жирование томатов – это наша ошибка. Нам хочется как детей побольше накормить, также их полить, чего-то туда, сильно удобрить в луночку. Сразу говорю, везде пишут специалисты, томаты весной после высадки ни в коем случае нельзя уже потом не подкармливать азотосодержащими, не закармливать. Все это знают. Начинают расти такие красивые кусты, зеленые, листья сочные такие. Вот прям не налюбуешься. Но все это происходит в ущерб цветению. Оно дерево, этот куст, не знаю почему так происходит, не буду даже объяснять, вдаваться. Просто оно все наращивает и наращивает эту зеленую массу. И ему не до цветов. Он мало образует цветочных кистей, в результате урожай у нас понижается. Я уже говорила, как это можно исправить. Надо обрезать лишние вот эти листья, или половинить, или полностью обрезать, начинать подкармливать фосфором, чтобы развивалась корневая система, а не вот эта верхушечная часть. Просто вам нужно даже не вдаваться, чтобы у вас не было вот такого большого объема, все перепутается. Просто знайте, что после высадки в грунт томаты лучше не подкармливать азотосодержащими удобрениями. Если вы видите, что у них нормальный внешний вид, не нужно, чтобы оно было большим таким зеленым деревом. Маленькая помидорка, маленький томат, он тоже способен дать хороший урожай. Подкармливаем азотосодержащим удобрением, только в том случае, когда он совсем останавливается в росте и не увеличивается в течение длительного времени. Дальше третий пункт у нас. Залив водой по всей площади грядок. Но это опять вот про то же про полив, что я говорю, лучше поливать или в луночке, или через капельный полив. Чем вот грозит вот этот общий залив? По всей площади полив мы создаем лишнюю сырость. Сырость это благоприятные условия для возникновения фитофторы. Если еще погода такая прохладненькая, если солнце долго не просушивает эту землю, все начинается и плесневение, начинается возникновение всяких этих грибковых маленьких заболеваний. Если листья еще касаются земли, с земли идет на нижние листья, очень раннее появление фитофторы. Поэтому с поливом очень осторожно только лунку смачивать, только под корень, всегда это так рекомендуется. Остальная земля должна быть сухая, чтобы не распространялись грибковые заболевания. Все. Один раз полили, очень хорошо. Ну как вот, например, полили, ушло. Через несколько, через 10-15 минут еще раз пройдитесь по этому же кругу, еще раз полейте, чтобы она ушла туда в глубину, чтобы она не оставалась вот здесь жижа, лужа. Нам это не нужно. Про полив очень серьезно к нему надо относиться. Потом, чего не любят томаты? Так, четвертый пункт, это глинистые и тяжелые почвы. Они холодные и недостаточно воздухонепроницаемые. Но это, наверное, всем известно, разве что самым-самым новичкам. Я еще раз скажу, что, конечно, томат любит плодородные, рыхлые почвы. Рыхлые почвы, это возможность, вот воздух туда проходит в корневой системе. Мы обычно с вами видим всегда верхнюю только часть, вот любуемся, какая она хорошая, какая она красивая. Но еще такая же хорошая и красивая должна быть корневая система. И она намного важнее. Если мы лист обрежем, он может вырасти новый, где-то там пасынок. А если корень, например, обрубим, он уже не вырастет. То есть, если начнется гниение корней или какие-то заболевания корней, то тут уже томат начнет чахнуть. И если почва тяжелая, не воздухопроницаемая, начинаются проблемы с корнями, потом все это пойдет наружу. Поэтому, если почва у вас глинистая какая-то, или такая, ну, плотная, которая после, например, особенно если дождь пройдет, она глинистая почва, она делается такой плотной, даже коркой покрывается, туда вообще ничего не поступает. Конечно, нужно лунку перед тем, как посадить, сделать выемку грунта большую, добавлять туда и перегной, и хорошую землю. Мы вот привозную покупаем, потому что у нас тоже почва не очень и бедная. Я всегда хотя бы по пол ведра вот этого нового, какого-то лесного, полевого, привозного грунта добавляю. Это важно, чтобы корни чувствовали себя хорошо. Повышенная влажность приводит к опаданию завязи и цветов. Ну, повышенная влажность, это, наверное, оно как перекликается вот с этим, дождевание и полив по листьям, где тоже из-за того, что пыльца становится вот такой вот слипшейся, оно опадает. И повышенная влажность тоже этим же грозит. Вот когда не проветриваем теплицу, это уже сто раз я читала в статьях, что влажность повышенная, опять же, это пыльца становится влажной тоже, тоже, она же как все промокает. И цветочки цветут и опадают, цветут и опадают. И многие сразу же начинают растения подкармливать, подкармливать, опять вот это жирование начинается. В этом случае подкормка даже не всегда нужна, может быть, просто нужно проветрить, чтобы было у вас такое влажность, ушла вот это, и тогда будут они делаться завязи, формироваться дальше. Туман и холода, происходит поражение грибковыми заболеваниями. Но тут уже мы ничего исправить не можем, если вот в тех пунктах мы можем там или влажность проветрить, убрать, или полив, то, конечно, холода и влажность, это вот наши враги. Осенью особенно у нас, в августе уже начинается, это холода и туманы, и начинаются грибковые заболевания. Поэтому, вот я, например, всегда стараюсь как-то сдвинуть, поэтому я и рассаду держу дома подольше, посею пораньше, потом делаю вторую пикировку, этому все я весной буду рассказывать, чтобы пораньше томаты отдали нам свой урожай, чтобы они успели хотя бы сделаться бурыми, до наступления холодов, до наступления туманов, до наступления забросков. Это уже знают все, что холод томат не любит, туман томат не любит, и не любит томат заморозки, он погибает. Все. Вот это все шесть пунктов, про которые здесь сказано, дождевание, полив по листве не любит, слишком жирную почву не любит, залив водой не любит, глинистые тяжелые почвы не любит томат, повышенную влажность не любит, и не любит тумана и холода. Если все мы это уберем, или как-то хотя бы смягчим вот это все, то у нас будут хорошие, здоровые, крепкие томаты, дадут нам хороший урожай. Все, до свидания. С вами была Ольга Чернова. Это быстро о теме, чего не любят томаты. Сразу хочу сделать добавку, что все, что томаты не любят, многое из этого огурцы наоборот любят. Если томаты не любят полив по листу, то огурцы прекрасно это любят. Если вот томаты не любят слишком жирную почву, эту удобренную азотистую, то огурцы с удовольствием это любят, и мы даже должны им это делать. Короче, мы должны их по листу поливать, в отличие от томатов. Мы должны их удобрять азотом, в отличие от томатов. Залив водой томаты не любят. Огурцы очень любят обильный полив. Они наоборот не любят сухую почву. Вот вы видите, какие разные растения. Если томаты любят одно, то огурцы любят совсем другое, и мы должны это учитывать. Всё.